Первую прививку от коронавирусной инфекции директор театра юного зрителя Самар Сергей Соколов сделал, как только появилась вакцина от COVID-19. С тех пор ревакцинируется каждые полгода. Десять дней назад подошел очередной срок иммунизации. На вакцинацию актер записался заранее. Чувствую себя замечательно, не болел. И готовлюсь к тому, что мне нужно, наверное, на следующий период тоже сделать прививку. Я обязательно буду это делать и советую всем. Специалисты рекомендуют обязательно привиться от коронавируса всем, кто прошел вакцинацию или переболел более полугода назад при отсутствии противопоказаний. Допустимо использование сразу двух вакцин. Можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции и сделать прививку от гриппа в один день, но в разные участки тела. Это поможет минимизировать риски одновременного течения столь опасных заболеваний. Особенно важно сделать прививку в осенний период, когда обостряются другие респираторные заболевания – вирусы ОРВИ и гриппа. Вакцина не только способна защитить иммунитет от вторжения коронавируса, но и значительно снижает риск заболевания в тяжелой форме, считает актер театра «Самарт» Юрий Коннов. Он также, как и коллеги, прививается по графику и своевременно ревакцинируется, вспоминает начало пандемии и как в театр приходили всего 30% зрителей. Актеров на сцене иногда было больше, чем зрителей в зале. Думаю, все театры всей нашей большой страны сейчас с ужасом вспоминают это время. Благо, сейчас эти ограничения уже сняты, и зрительный зал, как и в прежние времена, полный зрителями. Обезопасить себя и окружающих помогут и простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию. Сегодня в Самарской области развернуто более 200 прививочных пунктов, в том числе 17 круглосуточных, а также пункты вакцинации в торговых центрах. Иммунопрофилактика опасной инфекции особенно важна для пациентов из групп риска, к которым относятся люди старше 60 лет, а также те, кто страдают заболеваниями, дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг или по номеру горячей линии 122, а также по телефону поликлиник. Ольга Павлова, События.